Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Ася Лайдар. В эфире информационная программа «Шарайна» 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 Важным нововведением в предстоящем учебном году станет то, что в первом классе вместо «Савата» «Шу» дети будут изучать «Альпе» и «Анатоле» Программа «Альпе» рассчитана на первые две четверти В третьей и четвертой дети будут учить «Анатоле» При этом методологической платформой подготовки «Альпе» станет методика Ахмета Байтурсынова В классах с русским и другими языками обучения соответственно будут вводиться букварь обучения грамоте Сейчас специалисты занимаются разработкой программ и учебников Книги опробируют в пилотных школах, а затем внедрят во всех учебных заведениях страны Напомним, что букварь исключили из списка учебников с введением программы обновленного содержания в 2019 году Хотя, по мнению учителей, за основу стоило взять старую программу Также стало известно, что традиционной линейки 1 сентября в школах Казахстана не будет Даже если эпидемиологическая ситуация намного улучшится Снять часть пенсионных денег из-за коронавируса предложили в Казахстане Способны ли эти деньги реально помочь казахстанцам решить финансовые проблемы? Об этом мы поинтересовались у семичан Если снимать деньги с пенсионного фонда, конечно, улучшится Потому что люди умирают, а деньги остаются Иногда получается так, что и родственников-то никого нет Деньги остаются в пенсионном фонде Тогда государству, что ли Вообще, конечно, лучше, когда хотя бы частями Нужно, конечно, это сделать Вообще, деньги большие там на пенсионном фонде Вообще надо это Давно уже это надо было сделать Я на пенсии, как бы свои денежки я уже все сняла Но я за то, чтобы люди могли использовать свои пенсионные накопления Поскольку у каждого свои сейчас финансовые проблемы Я думаю, люди должны, имеют право использовать эти свои накопления Сейчас в связи с тяжелым эпидемиологическим положением Не только у нас в стране, но и за рубежом Это, конечно, нужно Это такое мое мнение Потому что сейчас коронавирус, неизвестная пневмония Многие организации закрыты С предложением разрешить казахстанцам снимать досрочно 10% от пенсионных накоплений Чтобы справиться со своими финансовыми проблемами в период пандемии коронавируса Отчасти согласны многие горожане Однако, по их мнению, деньги все же не стоит раздавать всем и сразу Фаньяна Сибульна, Даулет Айтказинов, Марат Сагимбаев Информационная программа Шарайна, ТВК-6 Духовное управление мусульман Казахстана Казахстана обратилась к мусульманам с просьбой соблюдать новые правила совершения погребальной молитвы О новых требованиях джаназа-намаза и похорон в период COVID-19 узнала моя коллега Фаньяна Сибулина Муфтиат Казахстана призывает верующих соблюдать требования к джаназа-намазам и похоронам И оказывать максимальную поддержку священнослужителям Теперь присутствовать на похоронах можно только членам семьи и близким родственникам Вся церемония молитвы и проповеди не должна занимать более пяти минут И после погребения джамаат должен покинуть кладбище сразу же, соблюдая дистанцию и не пожимая рук Сейчас в условиях пандемии Духовное управление Казахстана призывает людей не собираться на джаназа-намаз Потому что именно в местах массового скопления людей высока вероятность заражения опасной инфекцией В случае захоронения тела умершего от COVID-19, расстояние между родственниками и телом усопшего должно быть не менее пяти метров И обязательно в медицинских масках Что касается захоронения по канонам шариата, в этом случае должны пойти только самые близкие, но не более десяти человек По словам главного имама семея, нужно временно приостановить возведение могил и их ограждения Проведение поминальных обедов после похорон, а также хона-касса, семь дней, сорок дней и годовщину В период высокой заражаемости населения не стоит обижаться на то, что родственники или свати не приехали на похороны Потому что жизнь человека очень важна Все это принимается для того, чтобы, как сказано в хадисе, мусульманин не подчинял вреда себе и кому-либо еще Особенно в период распространения эпидемии Поэтому каждый гражданин обязан выполнять карантинные требования и подчиняться им Благоустройство пешеходной зоны в Левовбережье, получившее название Абайжолы, идет полным ходом Однако такой красивый арбат, по мнению жителей и предпринимателей, нанесет ущерб бизнесу В проблеме разбирались наши корреспонденты Строительно-монтажные работы по организации пешеходной зоны от улицы Селевина до улицы Краснознаменная Планируется закончить уже в ближайшие месяцы Но все это вызывает недовольство населения и предпринимателей промышленной зоны юг Двухкилометровый арбат, в проекте которого были убраны все удобные развороты Стал главной проблемой не только для владельцев бизнеса, но и для местных жителей Мы в следствии проекта обустройствовать данную территорию стали лишены проезда на свое предприятие Также лишены проезда к своим домам Хотелось бы услышать обоснованность этого решения Почему нас лишили проезда и почему такое техническое решение приняли Мы связались с общественностью города, также с руководством ЖКХ Пока нормального ответа еще не услышали, что здесь будет и как здесь будет Потому что неудобное решение здесь, почему сквозного проезда нет у нас Мы были лишены подъезда как пожарной техники, так и подъезда скорой помощи Придется все спецтранспорты разворачиваться на площади офицеров По этой промышленной зоне расположено множество ТОО, в том числе ТЦ-1, автобаза, капалиграф и городская больница номер 2 Если проезд к ним перекроют, то движение пойдет по прямой и ближайший разворот будет только около дома офицеров Для транспорта это лишние 4 километра, а для скорой помощи минута чьей-то жизни и здоровья Но если говорить о создавшейся ситуации, предприниматели обратились к нам в общественный совет Мне пришлось выехать, перед этим посмотреть Но это, как говорится, сомнительная красота То есть мы делаем красиво в ущерб деятельности предприятию малого бизнеса Есть такая необходимость? Нет, такой необходимости нет Поскольку, как говорят, тут велосипедная дорожка будет, она тут и заканчивается, тут железная дорога Хотим мы этого, не хотим, с велосипедной дорожки надо будет сходить Сделать, и сейчас даже вот когда стройка ведется, строители сами сделали переезд То есть необходимость переезда, она налицо Тем более, что вот я не знал, что это за СТО, когда я проехал Я знаю, когда-то давно это было авторем завод И по сей день здесь ремонтируется транспорт малого, среднего бизнеса агропромышленного комплекса В погоне за красотой проектировщики начисто забыли о логистике Поворот перед железнодорожным переездом – это стратегический элемент Поскольку всему транспорту, в том числе и доставляющему уголь для города ТЭЦ Впредь придется постоянно стоять в очереди, пока не пройдет поезд И это тоже драгоценное время Добавим теперь те самые 4 километра, которые перевозчики обязательно включат в себестоимость угля Вот уже и ущерб тому же бюджету города Словом, как всегда, у проектировщиков было гладко на бумаге, да забыли про овраги Фаньяна Сибулина, Нурлану Розалин, Марат Сагимбаев, информационная программа Шарайна, ТВК-6 И это были все новости на сегодня С вами была Селия Дарт, до скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин